На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Цикл лекций «Несимметричные подобия». Уолтер де Мария, Пьер Юик. Искусство в зазорах. Часть вторая. Следующий наш герой — Пьер Юик. Юик — французский художник, работающий в самых разных, как бы никак не соотносящихся с собой жанрах, в том числе в жанре кукольного театра. Поэтому фотография, которую я выбрала за главную, — это фотография, где он взаимодействует с собственной марионеткой. На фотографии художник Пьер Юик с марионеткой в руке. В левой части изображение Юик. На художнике тёмный свитер. Из-под свитера виднется белый ворот рубашки. У него тёмные волосы с сединой, кажущиеся серыми. Вытянутое овальное лицо, крупный нос с горбинкой, небольшие глаза с ярко выраженной складкой над верхним веком, почти скрывающие его. Он стоит рядом с белым столом. Вытянутой правой рукой он придерживает марионетку. Марионетка стоит на белом столе среди кукольных коробок и стопок бумаги. Марионетка повторяет образ художника и его черты. Но она выполнена нереалистично, а скорее похожа на мультипликационного персонажа или игрушку. На столе около Юига стоит фотоаппарат. Стена позади художника белого цвета. И выбрала её потому, что идея некого смещения, раздвоения и взаимодействия, расслаивания реальности, взаимодействия реальности и вымысла, реальности и её подобия, наверное, является одним из главных сюжетов этого художника. Начиная с его первых работ, вот такой странный проект, где по городу разъезжал автомобильчик, внутри которого был человек, который идёт по движущейся дорожке, как в аэропортах. Но при этом он идёт по своим обычным маршрутам. Этот автомобиль едет с работы в офис, с офиса на работу. Но именно сама странность перемещения, когда это одновременно и путешествие, и прогулка, создаёт вот это раздвоение и смещение реальности, с чем потом их будет работать. Перформанс Пьера Юига «Путь». На чёрно-белой фотографии – фургон. Фургон движется по вечернему городу. Кузов фургона оборудован окнами в Росчеловек. За окнами виден мужчина. Мужчина запечатлён в момент ходьбы. Изнутри фургона льётся свет. На заднем плане – высотный дом с рекламной надписью «GVC». Слева от дома – высокий подъёмный кран. Ну, не говоря уже о том, что может быть, как-то такое движение в движении. Совершенно про эту же историю, опять-таки, связанную с городом, с городом, как мы его видим, путешествуя по привычным маршрутам, общественным транспортом. Гораздо позже сделан автобус, который идёт по своему привычному маршруту. В нём установлены мониторы. На мониторах показывается специально снятое для этого проекта, собственно говоря, видео, снятое на том же маршруте, по которому едет автобус. Но вечером показывается видео, которое было снято в этих местах днём. То есть автобус подъезжает к остановке, и тебе показывают, что происходило днём на этой остановке. Но и при этом, как бы, теоретически, то есть, как бы, зритель думает, что всё время должно бы синхронизироваться. Вот ты на том же месте, по которому ты проезжаешь, тебе показывают, что на этом месте происходило днём. Но на самом деле эта синхронность должна была бы всё время быть сбитой. То есть у тебя всё время есть ощущение двойственности. День удваивается ночью, это происходило или не происходило. Это всё время, как бы, это было, это вымысел или это правда. Реальность всё время ставится под сомнение. Даже в таких, как бы, простых вещах, вот тоже очень простой проект, сделанный в городе Дижоне, когда среди города установлены билборды, на которых, собственно говоря, показаны те места, в которых. Огромная фотография того места, в которое установлен билборд. Происходит на нём, собственно, то же самое, что тут вполне может происходить. Но при этом у тебя за счёт этого удвоения возникает ощущение сдвига реальности, возникает ощущение сдвоенности, возникает ощущение какого-то смещения. Знаете, этот популярный опыт, когда если пальцы скрестить, и карандаш потрогать, или шарик, то у тебя ощущение, что там два шарика под ними. Вот это вот ощущение такой сдвига, сенсорного которого, и того, что, может быть, даже самая обычная реальность, даже самая непримечательная реальность, не такая уж реальность, если немножко её сдвинуть. Это то, с чем работает ВИК. Так же, как, например, работает протаптовая тропинку, которая никуда не ведёт. Знаете, это такая достаточно жестокая история. Гуляешь, ты видишь, а вот налево пошла тропинка, а там ничего нет, она никуда не приходит. Это довольно мучительное испытание. То есть, как бы-то заставляет человека буквально свернуть проторенного пути и куда-то уйти в некое небольшое, но неизвестное, которое открывается, и такое бессмысленное. Тоже работа с сечением времени. Вот такая постоянная стройка, постоянное строительство – это почти что социальный проект. Это исследование такого даже необычия, а практики, которая существует во многих средиземноморских странах. Точно в Египте существует, и в Тунисе, по-моему. Когда не сначала дом строится, а потом в него люди вселяются. А сначала люди вселяются, а потом начинают его бесконечно достраивать. Потому что пока дом не достроен, там за него налоги меньше надо платить. Там какая-то есть вот такая жизненная объяснение. И, соответственно, появляются дома, которые обитаемые, но вечно недостроенные. И которые меняются, исходя из биографии людей. То есть дом, у которого есть биография. Дом, который находится в постоянном становлении. Ленд-арт-объект Пьера Юига – неоконченная стройка. На фотографии посёлок из двухэтажных недостроенных деревянных домов. Дома находятся близко к линии горизонта. Над ними светлое голубое небо. На переднем плане – деревянный стенд с двумя белыми листами. За стендом – дорога. По бокам дороги – высокая трава. Да, и который существует во времени, который не является какой-то фиксированной реальностью, а является постоянно реальной, как меняющейся биографической реальностью. Дом, который оказывается повествованием. И вот эта идея постоянного процесса, что ничто не является конечным результатом, связана со следующим, ещё с одним проектом Юига, когда он вместе со своими товарищами-художниками, это достаточно известные люди, это Леон Гелик, это рекретирование, это Мориусе Каталана образует общество освобождённого времени, не свободного времени, а именно освобождённого времени. Общество это образуется, после того, как они вместе участвуют, вместе участвуют в выставке, и решается, что то, что выставка открылась и закрылась, не является завершением проекта. И надо придумать много других возможностей эту выставку продлевать во времени, открывать школу, например, временно, ещё что-то. И одним из проектов этого общества освобождённого времени была идея как раз купить такой недостроенный дом и продолжать оставлять его недостроенным, каким-то образом развивать вот эту временную архитектуру. И проект назывался «House or Home», действительно, дом как строение или дом как место пребывания. Очень много проектов, связанных с созданием новых ритуалов. Вот такой вот проект «Золотое руно», придуманный для города Дижона. «Золотое руно» – это название средневекового рыцарского ордена, геральдическими эмблемами которого были вот такие же звериные головы. Кроме того, это название тематического парка, который был в Дижоне, который как раз в 90-м годах был благополучно закрыт. Перформанс Пьера Юига «Золотое руно». Солнечный день, городской парк. На дорожке стоит актёр. На актёра надета кукольная голова-барашка. Он держит за руку маленького ребёнка. Ребёнок уткнулся лицом в его руку. На актёре джинсовые шорты чуть ниже колена, жёлтая футбольная куртка с синими рукавами и белые кроссовки. На ребёнке чёрная одежда, длинное пальто, сапоги и шапка. На заднем плане парковые скамейки и играющие дети. Парк аттракционов. И Юиг придумывает городской праздник. Он придумывает псевдоритуал, во время которого по городу ходят вот такие вот персонажи, подростки с звериными головами, которые то ли эмблемы этого рыцарского ордена, то ли оставшиеся без работы аниматоры этого закрывшегося парка аттракционов. И разыгрывают некую ситуацию сказки непонятной. Это и не городской праздник такой обычный. Это не массовики-затейники. Осуществляют некий, собственно говоря, тот же самый сдвиг реальности, который, с одной стороны, позволяет рассказать историю этого города, каким образом этот парк соотносится с рыцарским орденом, например, или с легендой о золотом руне. А с другой стороны, эту историю подменить фикцией. То есть это способ ввести в эту обыденную жизнь французского города некий элемент вымысла, некий элемент фикции. Проект существует в виде фильма. И поскольку у Вига сейчас проходит огромная первая ретроспектива, ему исполнилось 50 лет, и у него такая огромная странствующая ретроспектива, которая началась в центре Помпиду, и потом была в Кельне, и, по-моему, потом будет в Лос-Анджелесе. И поскольку у него, собственно, не художник, который создает произведения, а художник, как он сам говорит, который создает ситуации, то, соответственно, все персонажи самых его разных различных проектов, многолетних, вновь реактивизируются в выставочном зале. Поэтому те же фигуры, значит, бродят по музеям, в которых проходит эта выставка, оживают в них. Элемент нарративности, элемент сюжета, элемент фикции, элемент того, как история о том, как фикция пересекается с реальностью, и как можно фикцию внедрить в реальность. Может быть, одно из, не то чтобы подменить реальность вымыслом, а заставить их взаимодействовать, внедрить одно в другое. Один из постоянных сюжетов Юига. Вот такой вот проект, который он сделал вместе с канадским писателем Дугласом Копландом, автором знаменитого романа «Поколение Икс». Это проект, эта книга, это проект, основанный на подлинных альбомах школьных американских школьников, но при этом это история, которая рассказана при помощи этих настоящих фотографий, которые они исследуют. Это история готическая, это история погибшей школьницы, призрак, который возвращается в ее родную школу и пытается рассказать свою историю. То есть такой Дэвид Линч немножко. Я не знаю, не видела эту книгу, но могу предположить, на что это может быть похоже, и что именно эта вымышленная история про привидения позволяет увидеть в этих фотографиях то, что в них на самом деле есть, в фотографиях, которые иначе нам бы всем показались абсолютно скучными, да как любой чей-то школьный альбом незнакомого нам человека. Проект Пьера Юига и Дугласа Комплаунда «Школьный призрак». На экране две фотографии с разворотами печатного фотоальбома. На первой фотографии две страницы фотоальбома. На левой странице портрет улыбающегося мужчины. У него темные волосы, одет он в костюм с галстуком. Сверху по портрету нанесена надпись от руки синими чернилами. Разобрать надпись по этой фотографии нельзя. На правой странице этого же разворота легковой автомобиль, обмонтанный туалетной бумагой. На другой фотографии, которая справа, другой разворот фотоальбома. На фото три улыбающиеся девушки. На девушках праздничные платья, у всех длинные распущенные волосы, в руках у них букеты цветов. Рассмотреть в них некий нарратив, фикция, как то, что позволяет увидеть действительно реальность, которая за этим стоит, и сделать эту реальность интересной. Ещё один проект, связанный с таким внедрением вымыслов, в повседневность. Проект, во многом, например, пересекающийся с золотым руном. Стримсаде – это проект, придуманный Уигом, который для только-только построенного городка в Америке. Стримсад – это название этого городка или деревни. Около, на берегу реки Хатсон, реки Гудзон, около Нью-Йорка. Такой свежепостроенный маленький городок. И городок без истории, городок на лоне природы. Для которого Уиг придумывает ритуал. Он придумывает, что у этого города, у этого поселения, у которого нет памяти, у которого нет обычаев, у которых нет истории, эту историю нужно создать. И для того, чтобы создать эту историю, нужно придумать свой фольклор с нуля. Вот придумать, что каждый год тут существует некий ритуал с этими, опять-таки, с персонажами в масках, с животными, с идеей переезда, с идеей каких-то процессий сумасшедших, в которых участвуют художники, в которых участвуют местные жители. И повторять этот ритуал ежегодно, который, может быть, он не таким образом у этого места, которому вменяется в обязанность некий фольклор, некая традиция, которой у него нет. Традиция абсолютно вымышленная, традиция абсолютно фиктивная, у которой нет никаких аналогов. Что в какой-то момент, с течением времени, эта традиция, этот фольклор может действительно стать традицией. Что это действительно такое прошлое на вырост, история на вырост, которая, в конце концов, может реализоваться и действительно стать историей этого городка, который существует как табул разом. Идея фикции, идея повторения, идея ремейка – тоже один из постоянных сюжетов Пьера Юига. И вообще идея, то, что связано с вымыслом. Поэтому для него, например, Филипп Парено, которого вы, может быть, помните, с которым они были по выставке в гараже, это то поколение французских художников, это поколение синефилов, это поколение людей, которые абсолютно выросли, для которых кино было одним из важнейших из искусств, и для которых кино было одним из главных источников мифологии культурной. Поэтому в 90-е годы Юиг делает любительский ремейк, собственно говоря, фильма «Хичкук окно во двор». Это один из самых совершенных фильмов, которые есть в истории кино. Это фильм кино, а кино – это фильм, который тематизирует саму ситуацию. Зрение, свидетельство, смотрение. И снимать любительский ремейк, который снимается за два уикенда без ничего этого фильма, это, конечно, не история про то, что мы можем снять такой же прекрасный фильм. Это история про то, что увидеть фильм можно, попробовав, повторив его, слово в слово повторяя реплики, повторяя мизансцены, не пытаясь быть похожими на героев, потому что это невозможно. И что, собственно говоря, вот это способ, вот такое вот повторение фильма – это способ его увидеть, и это способ сделать его реальным. То есть это способ, этот вымысел, этот идеальный артефакт, идеальный вымысел, которым является Хичкоковский фильм, сделать реальностью, вернуть ему плоть, воплотить его. И поэтому идея кино, кастингов, ремейков и так далее, все 90-е годы, уик крутится вокруг этих сюжетов, связанных с кино, не снимая при этом ни разу, при этом не сняв настоящий полноценный фильм, а скорее работая, опять-таки, с кино как чем-то, что остается не снятым, и только потенциальным. Вот такой перформанс-кастинг, который заключался в том, что зрители, что половина публики приходит на выставку, которой нет, а половина людей приходит на объявление о кастинге, и вместо выставки там проходит кастинг на съемке в фильме. И кто-то приходит на кастинг, кто-то приходит посмотреть выставку, и никто не знает, кто здесь ожидает ролик, кто кем будет, кто будет сниматься, кто кого будет играть. То есть абсолютно ситуация неопределенности. И очень важный, опять-таки, для Уига статус публики, где публика не должна быть зрителем. Он сам художник в интервью говорит, что он предпочитает говорить не о зрителях, а о свидетелях. Что зритель приходит посмотреть то, что ему показывают, свидетель видит то, что могло бы происходить и без него, и что не адресовано ему. Это все время некая ситуация, которую он застигает врасплох. Это ситуация, которая не является зрелищем. Поэтому в данном случае публика, которая приходит на выставку, оказывается свидетелями кастинга, а не зрителями фильма или перформанса. Вот это самое предпонятие о свидетеле, которое здесь очень важно, потому что именно присутствие свидетелей делает произведение искусства реальным. Если ты зритель, ты смотришь зрелище. Если ты свидетель, ты видишь происшествие, ты видишь события. И вот через ситуацию свидетеля вернуть вымыслу некую реальность, очень важно подкопить. Это тоже еще одна из фраз Уига, что то, с чем он работает, это может быть вымысел, но это вымысел, который не является иллюзией. То есть делать фильм, который является вымыслом, но не является иллюзией. И действительно, он потом, собственно, этот кастинг проходил не впустую, потом он с этими людьми снял фильм, который был ремейком фильма «Позоление» 60-х годов, «Птицы большие и маленькие». Это ремейк, который снимался не с целью сделать такой же фильм, а с целью исследовать, что стояло за реальностью этого фильма. Он снимался в тех же местах, это римские окраины, и во время фильма он искал людей, которые там жили со времен 60-х годов, когда «Позоление» снимал свой фильм, и расспрашивал этих людей про историю этого места, что они помнят, может быть, об этих съемках, что они помнят об этой ситуации. То есть это когда съемки фильма становятся инструментом исследования реальности, становятся вот этим самым свидетельством. Все возможные повторы – это такой омаж «Поющий под дождем», перформанс, который предполагал, что в день смерти Джина Кейли, звезды этого американского мюзикла, танцовщица действительно исполняет его номер, стоя действительно под дождем на улице. Скульптура Пьера Юига «Поющий под дождем». На фотографии на белом постаменте – пара золотых женских туфель. Они находятся близко к правому краю постамент. Постамент выполнен в форме параллелепипеда, горизонтальная плоскость постамента квадратная. Потом осталось, только как свидетельство этого, остается на выставке вот этот самый подиум, на котором она танцевала, и туфли для чечетки. Вообще, еще история, что как бы стереть грань между вымыслом и реальностью, дать вымыслу прорасти в реальность, или дать реальности прорасти в вымысел, то, чем занимается ВИИК, это еще возможно, что как бы сдвинуть вымысел, если ты можешь вторгнуться в фильм, если ты можешь вторгнуться вымышленно в некое существующее произведение и что-то в нем подменить или поменять, ты делаешь это произведение реальным. Поэтому такой не очень зрелищный, но тем не менее достойное упоминание проект. Это проект, это план корабля «Дэд Стар» из фильма «Звездные войны», который ВИИК перерисовывает, внося туда комнату, которой не было в фильме, комнату, которой не предполагали авторы фильма и создатели декорации, смещая уже существующую, уже снятую реальность, и таким образом делая ее реальность, переписывая несуществующее прошлое, вторгаясь в это прошлое. И вообще идея Никова наслоения реальности на вымысел, наслоения документации места на само это место, ремейка произведения, которое делает его реальным, также связано с другими проектами ВИГа, когда он уже вторгается в историю современного искусства. Вот такой омаж Гордона Мата-Кларку, который делал проект в Париже, когда он просверливал дыру в обреченном на снос здании в центре Парижа, и то, что ИИГ делает, он проецирует этот фильм на тот дом, который построили там, где были эти дома, обреченные на снос, повторяя вот эту пробоину, которую делал Гордон Мата-Кларк, оживляя его произведение, которое не существует, поскольку оно существует только как фотографии, и заставляя исчезнуть дом, который никуда не составляет исчезнуть, то есть составая опять-таки вот это раздвоение, вот это ощущение раздвоения времени, раздвоения реальности и вымысла, и того, что как бы вымысел может прорасти в реальности, а реальность может оказаться вымыслом, вот такое постоянное воздвижение. Также, продолжая историю про кино и про ремейки, естественно, у него на первый взгляд документальный абсолютно проект, это интервью с историей французской актрисы, которая была дублершей диснеевского мультфильма про Белоснежку, она дублировала Белоснежку, и прославилась в том числе, потому что она начала и выиграла судебный процесс против Диснея, против кинокомпании Диснея, который не отчислил ей авторские права, то есть что ее дубляж не является предметом авторского права. Она там, это был достаточно громкий процесс, связанный с историей дубляжа, с историей авторских прав, и для... Уик дает титрами ее историю, а сама она в этом фильме, на видео, поет песню Белоснежки, уже своим изменившимся, состарившимся голосом. И, собственно говоря, то, что пытается исследовать художник, это не только борьбу французской актрисы за свои профессиональные права, хотя это очень важно, это очень правильная история, но еще вот это ощущение, что является персонажем, кто является Белоснежкой, почему персонаж состоит из голоса и изображения, тем более, что это мультипликационный персонаж, вообще, что такое дубляж, что такое дубляж, раздваивание, удвоение, двойничество. У него было очень много историй, связанных с этим самым феноменом дубляжа, в том числе, например, было исследование практики, которая существовала на заре звукового кино, когда фильмы еще не дублировали, а нанимали другую кастинг. Для одной страны снимают с актерами, которые говорят о Франции, с французскими актерами, для Германии с немецкими актерами. Один и тот же сценарий. Я не уверена, что это правда. Очень может быть, что это абсолютный вымысел Уигану. Вымысел очень красивый. И он делает историю про то, как переснимают один и тот же фильм с разными актерами. Для каждой страны, говорящей на каждом языке. И вообще, что остается при записи? Насколько запись фиксирует что-то другое? Можно ли повторить неповторимо? Привет Кейджу, который у нас, видимо, на каждой лекции будет поминаться. Это записанная партитура тех звуков, которые все-таки сохранились на пленке, на которой записано исполнение 4.33. Шумы остались. Эти шумы он записывает. Он придумывает исполнение произведения Кейджа для колокольчиков, где каждый колокольчик настроен на одну из нот этой партитуры. Но каждый раз они будут играть по воле ветра. Каждый раз они будут играть по-другому. Что абсолютно в духе Кейджа, который работает со случаем и с элементом случайности. Он переснимает, он делает ремейк фильма «Орхола спящей», где спящий просыпается. Где Джон Джорно, поэт Битник, который снимался в этом фильме, просыпается, возникает его образ уже сейчас снятый, уже пожилого человека, который просыпается, чтобы рассказать, что было в 60-е годы. Который в этот Орхоловский фильм вторгается со своими рассказами, со своим воспоминанием того, что это было за время. Такое переписывание, которое дает что-то новое. Поэтому ИВИК делает парадоксальную вещь. Он делает на самом деле издание несуществующей книжки, описанной в рассказе Борхеса, первым автором Дон Кихота. Это история, кто не помнит про вымышленный персонаж, французский писатель XIX века, который решает написать роман Дон Кихот Сервантеса, в котором каждое слово будет таким же, как в оригинале, как у Сервантеса. Но значения у них будут те, которые могут быть сейчас в XIX веке, в конце XIX века. И он успевает написать только две главы, которые абсолютно совпадают с текстом Сервантеса, но нужно придумать, что это может значить сегодня, что это может значить в другом контексте. И ИВИК, собственно, издает эту книгу Дон Кихот Пьера Минара, те две главы, которые переписал этот вымышленный персонаж Борхеса. И, может быть, такой самый пронзительный у него проект, третья память про ремейки, историю, реальность и вымысел, это ремейк, реенактмент. Фильм «Осидная и Люми» – это собачий полдень. Это фильм, снятый в 70-е годы по реальным событиям. Речь там идет об очень громком ограблении банка, которое происходило в Бруклине. Туда пришло два грабителя захватывать банк. Приехала полиция их останавливать. Одного из них застрелили, другого посадили. Но при этом этот замечательный фильм, в котором Аль Пачино играет, очень медленный такой вот семидесятнический фильм про то, как эти работники банка становятся на сторону этих грабителей, про то, как делятся обитатели города, которые за них, потому что все против полиции, против государства. Очень потрясающий фильм, основанный на реальных событиях. Было реальное ограбление, про него вышло, которое чуть ли не в прямом эфире транслировали по телевидению действия полиции. Потом про это вышла статья в журнале, в каком-то главном же газете. Через два года после этих событий Фидный Люмит снимает кинофильм, который становится киноклассикой. А еще через много-много лет грабитель которого посадили, отсидев свои 20 лет, выходит на свободу. И Иг находит этого человека и спрашивает его, а как было на самом деле. И для того, чтобы выяснить, как было на самом деле, он строит декорацию, повторяющую место действия банка, место действия вот этот самый банк, нанимает статистов и устраивает реанактивен, где вот этот самый дядечка пожилой, вот этот самый грабитель. Пытается вспомнить, что было на самом деле. Но он тоже не может вспомнить, что было на самом деле, потому что он помнит фильм лучше, чем реальные события. И вот на этом пересечении этого фильма, который стал классикой, рассказы этого реального участника этих событий, которые через 20 лет вышел из тюрьмы, и того, что то, что он рассказывает, это не рассказ, а реенактмент, который делается сейчас в декорациях и с актерами, строится этот фильм, что из этого является больше правдой, что из этого на самом деле осталось в памяти, что из этого на самом деле осталось в истории. Собственно, такая действительно колоссальная история про ремейки, про реенактменты и про то, что такое память, и про то, каким образом реальности фикции подменяют друг друга и трансформируют друг друга. Такой небольшой проект с Филиппом Парено, опять-таки про то, может ли фикция обрести свою жизнь. Проект заключается, ну, «Призрак в доспехах», помните, такое было замечательное японское аниме, и, в общем, на волне успеха этого аниме, которое было первым аниме, снятым для европейской публики и для американской публики, возникает интерес к манге, там совершенно как аниме, совершенно по-другому устроена система персонажей авторских прав. И Вик вместе с Филиппом Парено покупают персонажа аниме, персонажа, который не нарисован для конкретного мультфильма, а вот как безработный актер существует как статист. Вот можно купить вот этого никакого персонажа, которого можно купить, чтобы заполнить задний ряд панорамы в твоем фильме, или просто ее купить, чтобы делать с ней все, что угодно. Они покупают этого персонажа, который зовут Анли. И дальше различные художники, различные авторы снимают с ней цикл фильмов. Этот персонаж, который был обречен быть точкой на заднем плане, они дают ей жизнь, придумывают для нее сюжет. Вот сам Вик снимает фильм, где она идет по лунному пейзажу, по пейзажу, который сформирован волнами голоса. И голос, который звучит за кадром, это синтезированный голос, но синтезированный на основе голоса Нила Армстронга, первого человека на Луне. И вот поэтому персонаж, который идет по лунному пейзажу, сформированным этим голосом. Проект Пьера Юига и Филиппа Порино «Не призрак, просто оболочка». На изображении кадры из анимационного фильма. В кадре контурная фигура ребенка лет 10. Фигура светится белым светом. Она как будто сделана из неоновых трубок. Контуром обозначены волосы. У ребенка волосы до плеч, кончики чуть завиваются вверх. Также контуром обозначена футболка с коротким рукавом. Руки и ноги в штанах. Фигура ребенка изображена в профиль. Мальчик идет среди серых скал с острыми вершинами. Они торчат из земли, как шипы. Линия горизонта чуть выше колен персонажа. Над горизонтом темный фон. Вот такой вот, как бы, она там становится фейерверком, она становится граффити, она становится чем угодно. И вот этот самый купленный персонаж получает свою жизнь и, в конце концов, все-таки исчезает, потому что всем надоедает с ней играть. Относительно недавно у нее была страничка на фейсбуке. Это такое последнее доживание персонажа, который как-то обрел свою реальность. Мультфильм настоящий. Вот такой спальный район в кукольных декорациях, в котором очень красиво под электронную музыку меняется освещение. И все это оказывается вот таким огромным музыкальным ящиком. Вообще фиктивное освещение, эффективное время. Шесть часов пополудни. Очень простая инсталляция, где есть, как бы, тени от окон на полу, только окон нет. Это искусственная тень от окна, которого не существует, и которая там, эта тень, которая меняется в зависимости от времени суток, которые где-то там проходят. Но это совершенно не обязательно, что это то время суток, которое сейчас, на самом деле, вокруг стоит в музее, вокруг него. Работа Пьера Юига «Большие группы». На фотографии комната с белыми стенами и синим полом. В дальней стене комнаты – проём. В проёме расположен экран. На экране – изображение мультипликационного персонажа. Персонаж виден от макушки до локтей. Это девочка. Изображения трёхмерные, не очень проработаны. Голова по форме похожа на перевёрнутое яйцо. Большие глаза синего цвета. У неё синие волосы до плеч. На ней светло-розовая футболка или платье с коротким рукавом. Цвет одежды почти сливается с цветом кожи. Так, эффективно. И ещё один, может быть, один из самых грандиозных проектов Юига про то, как вымысел опережает реальностью, становится реальностью. И опять становится вымысленным. Это проект, это мюзикл. Это экспедиция, вдохновлённая неоконченным романом Эдгара по приключениям Эдварда Пима. Это неоконченный роман о путешествиях в Антарктиду, в результате которого герои просто проваливаются в другой мир или проваливаются в бездну. Здесь история в трёх частях. Три инсталляции. Первая – это ледяной корабль, который не только затёрт во льдах, но состоит из льда, и который тает, потому что музейный зал климатизировано, изменение климата в нём сделано по этому дневнику, по бытовому журналу, который описан в произведении Эдгара По. Следующая история – это вот такой непонятный. И это, поскольку это музыка, у каждой инсталляции своя музыка. Первая – это Джон Кейдж, вторая – это Эрик Сати, где есть такая сцена, освещенная, собственно, только цвета музыка, без действия. И третья – это на музыку Брайана Ина. Это фигуристка, которая катается по чёрному льду, по чёрному катку. При этом важно не то не её танец, а то, какие следы она оставляет на этом чёрном льду. Инсталляция «Стадия чёрного льда. Третий акт». На чёрно-белой фотографии каток с фигуристкой. Каток чёрного цвета. Плоским параллелепипедом он размещен на белом полу. В правом углу катка запечатлена фигуристка спиной к зрителю. Фигуристка катится на одной ноге, другая нога вытянута назад параллельно катку. Туловище её устремлено вперёд, руки согнуты в локтях и упираются в пояс. Потолок и стены зала белы. Потом, вроде бы, делается настоящая экспедиция в Антарктиду с учёными, с художниками, которые отправляются туда с целью исследования, поскольку глобальное потепление, меняется климат. Наверное, этот климат вызвал мутации животного мира. Поэтому идея найти неназванный остров и найти на нём не имеющий аналогов существо. Вот такой вот огромный проект. Они там конструируют машину, которая записывает и переводит в звуки ландшафт острова. Они там коммуницируют с животными. Ну, какая-то совершенно научно-фантастическая история. Находят это существо, это пингвин-альбинос. Единственное в своём роде неназванное существо, живущее на неназванном острове. Вроде бы. И дальше, по результату этой экспедиции, строится ещё один мюзикл, который проходит на катке на водоёме в Сентрал Парке в Нью-Йорке, где выстраивается декорация вот этого острова, записанного при помощи звука. Потом эта декорация переносится в выставочный зал, и там же оказывается вот это чучело подобие этого пингвина-альбиноса. То есть это бесконечная история, где непонятно, что является сценарием чего. И причём, собственно, присутствует зритель. Какой элемент является точкой осуществления произведения искусства. Экспедиция, которая то ли была, то ли не была. Первая инсталляция, которая предвосхищает эту экспедицию. Мюзикл в Нью-Йорке, который мало кто видел. Документация этого мюзикла, декорации, которые остались от него показаны в музее. Какая бесконечная история про вот это, где вроде бы всё очень зрелищно, вроде бы всё очень ярко, но ни одна ситуация не является той ситуацией, что произведение искусства является здесь и сейчас. Это всегда отсылка к чему-то. И такой же замечательный кукольный спектакль. Это не время мечтать. Кадры с кукольного спектакля Пьера Юига «Это не время мечтать». На фотографии сцена театра марионеток. Декорации отсутствуют. Видно два уровня. Сверху уровень, где прячутся руки кукловода с вагами, конструкциями, чаще всего крестообразными для управления марионеткой. И ниже сама сцена с марионетками. На верхнем уровне видны подвешенные ваги. На нижнем уровне висит пять кукол. Слева направо. Первая – это фигурка девушки. Она повёрнута в зрительный зал и одета в платье ниже колена с длинным рукавом. Вторая – фигура мужчины. Он расположен боком к зрителям, его рука слегка развернута, тело немного наклонено вперёд. Тело немного наклонено вперёд. Третья марионетка находится выше остальных. Это растрёпанный седой мужчина в очках и тёмном костюме. В его руках газета. Он смотрит в зал. На четвёртой кукле серый бричный костюм, чёрная водолазка и очки на голове лысина. Пятая марионетка похожа на самого Юига. Одета в тёмные свитеры-брюки, из-под свитера виден белый ворот рубашки. Документальное исследование, собственно говоря, история про то, как Корбюзье получил заказ в Гарварде построить новое здание для факультета визуальных искусств. И историческое исследование. У него были большие трудности, потому что он в том, чтобы согласовать с заказчиком, что он хочет построить. И вот это самое заглавие «Не время мечтать» – это то, что ему объясняли заказчики, что надо не мечтать, а строить то, что тебе заказали. И историю принес свободу архитектора. Однако в современном мире Юиг получает заказ от того же, видимо, институции сделать проект про историю про Ле Корбюзье, который он делает в виде кукольного спектакля, в виде кукольной оперы, где есть не только Корбюзье и кукольная опера, а где есть сам Юиг, который думает о том, что он оказывается в той же ситуации, художника, который делает что-то на заказ, и ему в этой ситуации так же некомфортно, как и Корбюзье. Естественно, это существует в виде, не в виде спектакля, был сыгран один-единственный раз, и часто существует в виде замечательного фильма, вот такой вот кукольной оперы, совершенно очаровательного. И, собственно, вот эта первая фотография, которую мы брали, которая показывала Юига, он, собственно, со своей марионеткой из этого фильма, где абсолютно историческое исследование, такое очень серьезное, социологическое, оказывается таким очаровательным кукольным спектаклем. При таком количестве цитат, которые используют и отсылок к другим произведениям, вполне логично, что и делает опровержение проект надписей, на таких светящихся надписи. Мне не принадлежит 433 кейджа, я не обладаю авторскими правами. Я не обладаю авторскими правами на Белоснежку. Проект Пьера Юига «Отказ от ответственности». Две фотографии. На обеих темные галерейные пространства с черными стенами. На стенах большие неоновые надписи на английском языке. На фото справа надпись «Мне не принадлежит Белоснежка». На фото слева «Мне не принадлежит музей Тейт Модерн или Звезда Смерти». Я не обладаю авторскими правами на музей Тейт Модерн, где проходила выставка. Но при этом это удивительным образом оказывается такой абсолютным плачем по поводу того, что мне не принадлежит ничего из того, что я люблю. Что это не отказ от авторских прав, а такое признание того, что все, что все про... невозможности обладать вымыслом, который принадлежит всем. И в этом же проекте, это проект, который назывался «Парк развлечений», была совершенно грандиозная инсталляция из таких вот гигантских дверей, которые ездили по коридору. Инсталляция Пьера Юига «Движущиеся врата». Галерейный зал с белыми стенами. В центре зала подвешены две двери. Двери подвешены к рельсам. Рельсы прикреплены под потолком параллельно плоскости потолка и имеют плавные изгибы вправо и влево. Двери белого цвета. Двери украшены филёнками, большими прямоугольными рельефными выступами на поверхности. У двери есть ручка. Двери могут перемещаться по рельсам, постоянно меняя своё положение в галерее. Потолок и стены зала светлые, пол тёмный. И вращались вокруг собственной оси. Помимо того, что это была невероятная красота, то есть минималистская скульптура в движении, в этих дверях была паратоксальная особенность, поскольку эти двери вот так вот вращались вокруг своей оси. Это двери, которые никуда не открываются и ничего не закрывают. Это двери, которые всё время, которые можно прочитывать как то, что это что-то, и как закрыто, и как открыто одновременно. И вот этот самый вечный сквозняк между открытым и закрытым, между вымыслом и реальностью, такой шарнир. Это, наверное, то, с чем работает ЮИК. И с удвоением. Вот такой вот проект, который он сделал в Таиланде, в коммуне, который там придумал и построил рекретирование, который создал такой идеальный экологический мир и коммунных художников. Скульптура Пьера Юига «Зал для медитаций». Перед нами две фотографии одной и той же скульптуры. Скульптура находится в открытом поле. На горизонте видны деревья. Над горизонтом серое небо. Скульптура представляет собой коричневый крупный камень с большим круглым отверстием в передней поверхности. Камень полый внутри. На втором снимке видно, что задней стенки у камня нет. Изнутри камень выкрашен в белый цвет. Внутри скульптуры лежит еще один маленький камень коричневого цвета. Скульптура напоминает пещеру в центре поля. Зал для медитации это копия камня, который они там нашли. Вот этот камень, который лежит в центре этого павильона, скажем так. И копия этого камня образует павильон. Удвоение. Прорастание одной реальности сквозь другую. Один из проектов, который первый проект такого рода, тоже связанный с историей архитектуры, который не история архитектуры, а история места, был посвящен Миссу Ван-де-Рое, который в 50-е архитектору Баухаузовскому, который в 50-е годы получил заказ построить здание Бакарде на Кубе. На Кубе случилась революция, поэтому ничего он не построил. Но тот замысел, который у него был, это один из последних архитектурных замыслов, был перенесен в Берлин, где он построил новый музей современного искусства, знаменитый в Берлине. И для того, что сделал Луик, он внутри этого музея современного искусства насадил тропический лес с теми растениями, которые растут на Кубе, пытавшись прорастить эту историю, этого здания, связанного с историей и Миссы Ван-де-Рое, и Берлина, и холодной войны, например, попытаясь, действительно показать, как одна реальность проступает буквально через другую. И похожий проект он сделал из здания знаменитой Сиднейской оперы, внутри которой он насадил джунгли, австралийские аборигенские джунгли, и публика приходила внутрь этой оперы, оказывалась в джунглях, где звучали песни аборигенов австралийских, песни карты, песни, которые помогали им ориентироваться в этом лесу. И этот лес через три дня исчез. Вот такое абсолютное прорастание джунглей, прорастание первобытного мира внутри оперного театра, прорастание времени, вообще работа с растениями, которые не играют, которые не актеры, с растениями их связи во времени, календарь праздников. Это проект сделан, это клумба, которая сделана в Мадриде, в огромной оранжереи, клумба, на которой высажены все растения, связанные для нас с теми или иными праздниками. Красные розы на День святого причем разных традиций. Красные розы на День святого Валентина, ландыш на 1 мая, потому что во Франции символ 1 мая, мая это ландыши, тыква на Хэллоуин, хризантема на японский праздник мертвых, елка на Новый год и на Рождество. И вот такой вот живой, цветущий календарь, который, когда все это цветет одновременно, и когда весь год представлен одновременно, с планом этого, с невозможным временем. Очень простой проект, вот такая вот, что это такое, это проект для музеев. Музеи под каждую выставку заново красятся стены в разные цвета. И Юиг соскреб слои, показав, как срез дерева. Фотодокументация работы Пьера Юига — хронометр. На фотографии изображен фрагмент белой стены галереи. В поверхности стены проделана воронка. Это круглый срез, выполненный в её покрытии. На срезе видны наложенные друг на друга слои предыдущей краски. Они образуют кольца, вроде годичных колец на деревьях. Кольца оранжевой, голубой, бордовой и фиолетовой краски чередуются с более широкими белыми кольцами. В середине текстура напоминает кирпич или камень светлого цвета. Все за много лет перепокраски стен этого музея, показав историю этого музея. Замечательный проект, такой совершенно концептуалистский, который он придумал. Предложил в нём участвовать своим друзьям, художникам, посмотреть календарь, увидеть те дни, которые ещё не день труда, не день того или иного святого, не день... Дни, на которые не приходятся праздники, и придумать свои праздники. Вот, например, отметить день, когда мы ходили по Луне, отметить день рождения искусства, день погоды, день мистического развода искусства и денег. Ну, в общем, там день левшей, день разума у животных. Там какие-то совершенно прекрасные праздники, которые, в общем, действительно хочется начать отмечать, например. Ну, и в продолжение, опять-таки, создания нового фольклора, новых традиций, которые были в этом проекте для городка около Нью-Йорка. И, может быть, самый грандиозный проект, который в этом роде, который придумывает УИК, собственно, переходя к этой ситуации зрителей, которые больше не зрители, а свидетели, к созданию нового сообщества, нового ритуала и новой традиции, это проект, который год продолжается в заброшенном здании музея искусства и ремесел в Париже. Музей, который оказался... Ну, не заброшен, но музей, который перестал работать, внутри которого в течение года происходила некая странная жизнь. Раз на большие праздники, там, День Святого Валентина, День Мертвых, День Труда, публика, а вернее, свидетели могли попасть в это здание и действительно стать свидетелями самых разных событий, которые в исполнении вот таких вот персонажей в масках, похожих на открытые книги, где мог происходить судебный, ренактмент судебного процесса реального, который был над... проходил 80-е годы над группой ультралевых террористов. Фотография части перформанса Пьера Юига «Хозяин и облако». Белая комната с большими окнами. Вдоль стен стоят столы. На фотографии запечатлён фантастический судебный процесс. Семь участников перформанса сидят за столами или стоят рядом с ними. На шести из семи участников надеты светящиеся квадратные маски в форме открытой книги, обложкой к зрителю. За столом вдоль левой стены сидят две фигуры в масках. На одной из них надета красная мантия с белым в чёрную крапинку воротником. На другой чёрная мантия с белым галстуком. На столе перед ними лежит стопка бумаг и стоит микрофон. За столом вдоль дальней стены сидит девушка в чёрной одежде без маски. За примыкающим столом сидят две фигуры в масках. Одна фигура в чёрной одежде, руки сложены на столе. Другая фигура в серебристом костюме. У правого края стола стоит фигура в маске и чёрной мантии. За ними на расстоянии сзади от стола ещё одна мужская фигура в маске и белом костюме. французских где могло быть дефиле, где мог быть сеанс гипноза, где могла быть оргия, где могли быть абсолютно любые сюжеты, которые происходят помимо твоей воли. Это не происходит для зрителя, который туда приходит. Он приходит и наблюдает некую жизнь странного сообщества, некие странные ритуалы, которые он не понимает и которые там проходят. Сами по себе это становится сюжетом фильма. Это становится основой для фильма. Этот фильм снимается, в нём появляются свои персонажи и в нём появляется вот такой вот уже нарисованный на компьютере странный кролик-некролик, который оказывается наоратором. Но потом эти персонажи опять-таки передо с этими книжками, масками книжками переносятся в пространство новых ретроспектив Вига. Переносятся не только фильмы, переносятся сами персонажи, где каждый раз, каждая выставка оказывается не документация предыдущих проектов, а их реенактментом и их реактивизацией. Ну и почему для Вига очень интересно использовать растения и животные, потому что как раз они не могут играть, они могут только существовать, они никогда не играют на публику, у них не может быть зрителей, у них может быть только свидетелей. И вот такие вот замкнутые миры аквариумов, в которых обитает своя фауна, обитает рак-отшельник, который вместо раковины использует копию скульптуры Бранкузи, который начинает там бегать на ножках по этому аквариуму. Фотодокументация инсталляции Пьера Юига «Зоодрама». На снимке часть аквариума. В аквариуме копия скульптуры Бранкузи «Спящая муза». Это белый овал головы с едва обозначенными схематичными чертами лица. Эта голова расположена горизонтально, теменем вправо. Под скульптурой видны конечности живого рака. Конечности выходят из затылка скульптуры. Скульптура фактически стоит на ножках рака. На самом деле скульптура служит искусственным панцирем для живого рака-отшельника, который ползает по аквариуму, нося скульптуру у себя на спине. Вокруг скульптуры коричневые камни, фон за камнями голубой. И создавать такой удивительный симбиоз культурного и природного мира или культура, которая вросла обратно в природу, поэтому природа абсолютно искусственная, такой марсианский совершенно ландшафт, который там происходит. Ну и такой же историк, сделанной для музея Руфина Томая в Мехико, аквариум, в котором открытый, как бы, скрытый музей, да, как земляная комната, вот здесь водные как бы аквовые тут самые колодцы, в которых лежат вулканические камни, плавают слепые глубоководные рыбы, рыбы, которые никак не могут реагировать на то, что происходит вокруг, которые там существуют своей жизнью. Мир, музейная выставка, в которой собственно ничего не происходит, просто бегают, просто музей заселен тараканами и муравьями, которые там, и пауками, которые там живут своей жизнью, которые как бы при которой ты можешь присутствовать, еще был проект, в котором ты попадаешь, в котором ты знаешь, что смотритель в музейном зале болен гриппом, и там живут микробы, то есть такое совсем невидимое искусство. И, может быть, такой самый грандиозный проект Вига, это проект, который он сделал для последней выставки документов в Касселе, вот там выставка это в этом году, не в этом году, а в том году, когда он делал этот проект, захватил весь огромный парк, это большой, очень вылизанный, очень аккуратный немецкий барочный парк, где все деревья подстрижены, все газоны причесаны, и вот такое вот абсолютное торжество порядка. И внутри этого торжества порядка Виг создал абсолютно, вот знаете, какой-то на доле затерянный мир, то есть какой-то абсолютно ты проваливаешься в некую параллельную реальность, где все какое-то запустение, где стоит вот такая статуя с роем пчел вместо головы, где бегают вот такие удивительные собаки, собака с розовой лапой, которая там постоянно существовала, где идет какая-то то ли стройка, то ли разруха, где растут издающие невероятные запахи, специально отобранные на самом деле растения, афродизиаки и психотропные растения, где лежит дуб, который выкопанный дуб, посаженный бойсом в свое время на документе, это знаковый вот этот проект 7000 дубов, которые там сажали, висят эти же, то есть это обратное развоплощение этого проекта бойса, и мир, в котором ничего не происходит, в котором ты оказываешься как свидетель, в котором абсолютное ощущение, что реальность сместилась, что ты оказался в каком-то совершенно параллельной реальности с этими собаками, с этим миром, который действительно не нуждается в зрителе, не нуждается в тебе, существует своей жизнью, мир, где ты можешь быть свидетелем, мир, который меняет себя, когда ты там оказался, вот такой абсолютный выход за пределы ремейка, сценариев, ритуалов, действительно в создании очень убедительной своей микрореальности, в которую ты проваливаешься, чтобы, вернувшись из нее, спросить себя о том, а что же такое та реальность, которую ты считаешь привычной, в которой ты существуешь, причем действительно этот проект тоже может получить продолжение, этот прекрасный мир абсолютно замкнутый, который как бы закончился с выставкой, и сейчас та же самая удивительная собака едет туром по выставкам по ретроспективе лига, которая проходит в разных городах, собаку эту зовут, собаку он нашел, ездит она вместе с хозяином, естественно, с щенком, и зовут ее Хьюман. Спасибо. 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 В музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте гаражмсей.орг